Рабочий погиб на строительном объекте в столице. Несчастный случай произошел около трех часов ночи на стройплощадке многоквартирного жилого комплекса «Туран-1». Об этом сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС. В результате разрыва тросой на рабочего упал крюк башенного крана. Как такое могло произойти и кто в ответе за смерть человека, выясняла Мира Альжанова. Это уже третий летальный случай на стройплощадках столицы в этом году. Для того, чтобы выяснить причину и все обстоятельства трагедии, в Управлении контроля и качества городской среды создали специальную комиссию. Между тем, в Комитете промышленной безопасности МЧС отметили, что произошедшее связано с элементарным несоблюдением техники безопасности. Примерно полчетвертого, 15 мая этого года на объекте «Туран-1» по улице Туран произошла аварийная ситуация. С участием башенного крана. Причина – это очень низкий уровень обслуживающего персонала. Несоблюдение. Они своих обязанностей со стороны стропочков и порой даже и мастера, и ответственные лица. Они своих обязанностей, если даже знают, но не соблюдают. Сами же представители компании-застройщика комментировать случившиеся отказались. Только с начала года на предприятиях страны погибли 47 человек. Ещё около 300 получили травмы различной степени тяжести. Это официальные данные Минтруда и соцзащиты населения. По итогам первого квартала 2022 года, что касательно техники безопасности, здесь выявлено 277 нарушений в области. В обширном, если считать, по республике именно за первое квартало пострадало 97 человек. Из них 47 человек погибших было. Вот эти цифры озвучиваются. Ну и со стороны, сейчас я до этого говорил, акиматами, местными исполнительными органами проводятся работы. Именно недопущение таких ситуаций именно по трудовым отношениям. В прошлом году госинспекторы труда провели больше 5000 проверок и выявили свыше 10 тысяч нарушений на производствах. В результате работодателям выдано более 3000 предписаний и наложены штрафы на сумму около 325 миллионов тенге. Мира Альжанова, Тимир Гали Ахат, Нурлан Утигенов, телеканал Обматы Нурсултан.